Всем привет! Добрались у меня руки, да, опа, F7. Ребят мне написали, говорит, хочешь в такую штуку попробовать посмотреть? Я думаю, а почему бы и нет? Потому что смартфон интересный, смартфон недорогой, и в моем понимании очень неплохая альтернатива, ну, не знаю, например, тому же Honor 10 от компании Huawei. Ценник примерно один, а возможностей и характеристик здесь хоть отбавляй. Теперь включаем умную фронтальную камеру на 25 мегапикселей. В отличие от Honor 10, где, ну, хоть основная камера там с умным интеллектом, но каких-то фишечек все-таки нет. Здесь фишечки интересные, и они на месте, что меня на самом деле очень радует. В общем, вот такой вот смартфончик. Давайте посмотрим, что у нас в комплектации прям быстренько, косвенно, чтобы у вас было понимание, что вы покупаете. Естественно, все максимально добротно и просто. Сейчас мы вот это дело... Оп! Итак, в комплекте нас ожидают вот такие вот наушники. Ну, в общем-то, даже не знаю, не затычки, скорее вкладыши. Естественно, микро-USB кабель и зарядник. Давайте посмотрим на зарядник. Здесь у нас что-нибудь написано на нем такое интересное. Ну, на самом деле, особо ничего на нем интересного нету, но, судя по всему, он все-таки с технологией быстрой зарядки, потому что сейчас ее разве что в утюги не ставят. Ну, и, конечно же, чехольчик в отдельном футлярчике. Такое, знаете, ну, достаточно тревиальный, зато удобный. И это у нас просто мягкий прозрачный силикон. Сам смартфон достаточно красивый. Если приглядеться, то видно, что у нас сзади крышечка переливается. На самом деле, эффект таких объемных прямоугольников у меня виден намного нагляднее, чем у вас. У вас это все немного бликует. Ну, и, конечно же, здесь у нас 158 грамм веса, а также 7,8 миллиметров толщину. Но давайте на этом не будем останавливаться и сразу пойдем по остальным характеристикам. На самом деле, что мне понравилось, так это то, что у нас сканер отпечатка пальцев сделан не совсем стандартный. Видите, он немного овальный. Это прикольно, прям под палец. Так, знаете, раз, и смартфон разблокировался. Я снова пальц приложил, снова разблокировался. Приложил, разблокировался. Я приложил, он разблокировался. Я раз, и я раз. И он, в принципе, достаточно быстро это делает. Никаких претензий и проблем с этим нет. Ну, то есть сканер прям, ну, очень быстрый. Кроме сканера отпечатка пальцев, вы можете также разблокировать смартфон при помощи вашего лица. Это доступно по умолчанию. То есть, когда вы запустите смартфон первый раз, он предложит вам добавить свое лицо. Ну, в моем случае, понятно, сейчас он его не распознал. Но давайте попробуем, посмотрим, может быть, он это сделает вот сейчас. Смотрите, я ни до чего не затрагиваюсь, я вам сразу говорю. Ну, то есть он это делает настолько мгновенно, насколько только может. Вот, то есть, видите, он меня увидел. Вот прям буквально из-за микрофона он меня увидел. Я такой, раз и все. Ну, то есть вот-вот все мои пальцы, вы видите их. То есть я там ни до чего не касаюсь. Нажимаю на кнопку разблокировки. Оп. Ну, тут он немножко тормознул, я не успел выглядеть. А так раз. И все. То есть происходит это моментально, очень быстро. Вот если уж хотели распознавание лица, то здесь работает крайне корректно. Основная камера у нас здесь одна. Она это 16 мегапикселей, показатель диафрагмы f1.8. При этом снимки получаются достаточно качественные и прикольные. В этом плане я придраться не могу. Ну, например, фото и видео, естественно, вы видите сейчас перед собой на экране. Автофокус присутствует. Ну, и, конечно же, светодиодная вспышка там тоже есть для полноты ощущений, как говорится. Но если вы хотите снимать видео в 4К, то это не про эту камеру. Здесь только 1080. Но, с другой стороны, очень лояльный ценник. И даже 1080 будет более чем достаточно. Ну, с учетом на интересный дизайн, помноженный вся этой историей и так далее. Конечно же, у нас есть правый торец устройства. Давайте взглянем на него подробнее. С правой стороны у нас находится кнопка включения-выключения. И, в общем-то, также здесь находится лоток для двух сим-карт. Работают сим-карты попеременно. С левого торца у нас аналогичная история, но здесь у нас только, соответственно, две разделенные кнопки громкости. Вверх и вниз прибавить-убавить. Ну, и, конечно же, снизу никто не отказался от 3,5-миллиметрового разъема для наушников. Он здесь есть. Далее у нас идет микрофон. Далее у нас идет microUSB, а также динамик. Кстати, динамик очень порадовал. Он громкий, качественный. В этом плане гип-претензии. Сверху находится второй микрофон для шумоподавления. С фронтальной части все намного любопытнее. Здесь, можно сказать, начинаются чудеса. Размер дисплея 6,23 дюйма. Соотношение сторон 19 на 9. Плотность пикселей 405 ppi и 2,280 на 1080. Ну, считается, что это Full HD+. Матрица, хотя и за счет еще более вытянутой структуры у нас получается немножко даже больше по разрешению. Хоть и не критично. Матрица IPS. Здесь претензий к ней никаких нет. Углы обзора, естественно, не воцветают. Все у него хорошо. Ну, а показатель по цветам 16 миллионов 780 тысяч. В этом плане вполне себе неплохой показатель. Конечно же, вы можете сами все увидеть и оценить. Но тут, правда, по углам обзора, по каким-то моментам претензий быть не может. Видео смотреть на таком экране очень приятно. И, на самом деле, это одна из лучших матриц в не очень дорогих смартфонах, что я видел. Прямо реально одна из лучших. И я уж не знаю, кто там производитель этих IPS-ок, но они большие молодцы. А если это компания Sharp, то вообще прям готов расписаться в любви. Потому что, ну, вот прям по цветопередаче самое оно-оно. И никаких перевернутых цветов, выкрученных и так далее. То есть, здесь оптимизировали так, как надо. Ну, и, естественно, здесь есть у нас вот такая вот замечательная история. Называется она шторка, да, как угодно. Вот она у нас сверху. Но она такая маленькая, что ее заметить на самом деле очень и очень сложно. Разговорный динамик крайне приятный. Датчик приближения освещения присутствует. А вот фронтальная камера на самом деле готова удивить кого угодно, включая меня. Здесь она на самом деле интеллектуальная на 25 мегапикселей. И это на самом деле решает. Селфи получаются просто отменными. Я там вот несколько вам режимов закинул. Где-то с интеллектуальной системой, где-то без интеллектуальной системы. Тут автоматически включается HDR, какой-то шарпинг и так далее, там фильтры. И все это камера понимает и делает сама в реальном времени. Очень хороший трекинг по автофокусу, как на основной, так и на тыловой. То есть прям вот лицо захватывает и держит. В этом плане удивительно, но OPPO смогли сделать лучше, чем у многих-многих конкурентов сейчас на рынке. Еще один хороший момент, который идет в плюс огромной компании OPPO, то что они, наверное, одни из сейчас вот прям совсем-совсем немногих компаний, которые сильно заморачиваются по тому, какая версия Android здесь установлена. Ну, то есть в их смартфонах. Ну, в нашем случае это оболочка ColorOS версии 5.0, а вот Android 8.1.0. То есть, по сути, из официально доступных здесь стоит самый-самый последний Android. И в этом плане большие молодцы. Ну, а если помножим, что здесь 64 гигабайта встроенной памяти и 4 гигабайта оперативной памяти, то все становится на свои места. Кстати говоря, Helio P60 в качестве процессоров. Здесь внутри, собственно, позволяет всему вот этому великолепию бегать шустро. 4 гига, я вам уже сказал. Ну, 64 встроенной, либо 128 уже на ваш выбор. Но здесь не то, что ничего не тормозит. Я на самом деле за там, ну, все-таки там до 25-30 даже тысяч рублей смартфон, чтобы вот он прям настолько хорошо бегал, не видел ни разу. Я с ним походил, ну, фактически, наверное, дня 3-4, вот прям полноценно. И вы знаете, тот случай, когда мне не то, что пересесть не захотелось, мне не особо хотелось возвращаться назад. То есть, если бы, наверное, не iOS и какие-то мои последнее время привычки и софт, которые есть только там, то я бы, наверное, остался и даже не стал заморачиваться. Кстати, в качестве графики у нас Mali-G72 MP3 очень-очень неплохо. Ну, и, конечно, Helio P60. Вот я к своему стыду, на самом деле, смартфоны с P60, по-моему, все-таки не тестировал. Возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, это первый. И здесь прям восьмиядерный чип, который и батарейку вроде экономит достаточно нехило, потому что я напрягал, играл и смотрел, а в итоге все нормально. Что у нас по результатам тестов? Давайте посмотрим. По результатам тестов в Antutu Benchmark у нас 139 595 баллов, ну, можно сказать, 140 тысяч, там, плюс-минус погрешность. Конечно же, больше 8 тысяч в PC-марке. Вот такие показатели в 3D-марке. И у нас, соответственно, Geekbench выдал тоже неплохой, на самом деле, результат. В общем плане получается, что смартфон у нас, ну, как бы, флагманский, но по меркам прошлого года. И, наверное, ну, не современный уж прям вот так вот прям, ну, совсем-совсем. Но начало 2017-го. И, вы знаете, этого, на самом деле, более чем достаточно для того, чтобы у вас не то, что ничего не тормозило, а вообще все работало идеально. Записы экрана встроенной функции. Тут различные донастройки погоды. Магазин тем, например, доступен. Я, кстати, его даже не смотрел, но можно здесь настраивать, смотреть, что, как, где, почему, почему приложение здесь группируется. Немножко похоже на группировку вот этих всех пунктов меню, как на iOS. И, в итоге, если вы захотите все это дело детальнее посмотреть, там настроить, то поймите, что у вас отчасти Android, да, привычный, понятный, красивый, но при этом очень хорошо исправленный и приправленный теми вещами, которые там должны быть, по идее, по умолчанию, но, к сожалению, их там нет. И в этом плане, ребята из ОПА, конечно, большие молодцы. Оптимизация вообще вне всяких похвал. Давайте посмотрим, как здесь идут игрушки. Даже мне любопытно запустить тот же World of Tanks. Посмотрим, оправдаются ли показатели, которые были до этого у меня получены в играх. Ну и, конечно, надо не забывать, что здесь у нас используется и пространство полностью, и на экранчике какие-то возможности у нас используются. То есть он не просто вытянутый, но и хорошо оптимизирован в плане полноэкранной. Все это истории с запуском приложения. Ну, как видите, все выставлено на ультра. Давайте нажмем в бой, посмотрим, сколько фпс-иков получится в танках увидеть на данном гаджете. Вы знаете, я бы еще здесь отметил, что Bluetooth 4.2, но вот Wi-Fi очень и очень шустрый. А также батарейка 3400 мАч. Батарейки хватает, грубо там, на день-полтора, в зависимости от того, как вы будете все это дело использовать. Но даже день-полтора это прям полноценно-полноценно. То есть, его можно, конечно, высадить, я думаю, быстрее, но это надо будет прям сильно постараться. Либо играть, либо смотреть кино локально прям со смартфона. Ну, возможно, в этом случае он проживет менее долго. Но с точки зрения оптимизации аналогично все прям очень круто. Так, посмотрим, что у нас тут показывается по результатам фпс-а. Ну, как я вижу, ближе к 50, там, больше 40. Ну, вот смотрите сюда на уголок. Ну, да, но, как видите, здесь может быть не 60 кадров, но все равно очень-очень прилично. То есть, если снизим хотя бы немного на высокий, с ультров настройки гравики, то получим стабильные 60 кадров вообще без вопросов. Ну, а так, как вы видите, прям шикардос. Даже так, в принципе, шикарно играть. У меня вообще никакого дискомфорта в плане ощущений нету. Точно больше 30 кадров, но немножко не дотягивает до 60. В общем, очень даже грудь. Итак, все у нас загружается. Давайте посмотрим, что у нас будет в NGSS. Ну, я уже вижу, что никаких артефактов. А по кадрам, ну, в принципе, наверное, где-то 50-60. То есть, ощущается очень бодро и лайтово. То есть, прям и герои двигаются так, как надо. Да, искажения анимации я тоже не вижу. Да, 60 кадров, слушайте, прям стабильненько. Очень-очень неплохой показатель, на самом деле. Так, попробуем. Так, наваляем. Так, мне нравится. То есть, прям как идет Injustice, вообще никаких претензий. Но, смотрите, здесь кроме вот этого всего есть, естественно, и другие фишечки. Например, если мы запустим PUBG Mobile, то здесь у нас ускорение игр OPPO. То есть, дополнительные софтверные ускорения, которые будут отдавать всю мощность смартфона на воспроизведение игры с максимальным уровнем качества. Я, кстати, все выставил по максимуму изначально. Так что, сейчас загрузимся и попробуем окунуться в мир PUBG Mobile. PUBG Mobile здесь идет прямо очень сносно. Кадров 60. Видимо, оптимизация помогает внутренними вот этими всеми фишечками и возможностями. Вполне себе. Ну и, конечно же, давайте зайдем в дом, посмотрим, может быть, чем-то залутаемся. А я пока буду подводить итоги. Итоги будут достаточно простые и тривиальные. Мы нашли штаны. Так, уже хорошо. Без штанов, но в шляпе, как говорится. Только мы, наоборот, в штанах, но без шляпы. Если вы решили все-таки посмотреть в сторону ОПА, то знайте, вы не прогадайте на все 100%. У вас, первое, будет, естественно, возможность получить действительно быстрый смартфон с хорошей производительностью, с игрушками, который будет справляться на ура. Его хватит достаточно надолго. С очень крутой, собственно, операционной системой. Я имею в виду именно оболочку. Ну и все это дело на 8.1 Android, что, опять-таки, решает. То есть, один из самых последних Android, это всегда круто. Ну и, естественно, вы получите достаточно хорошо собранный гаджет. Здесь никаких люфтов, ничего нет. Здесь очень приятный корпус и крайне неплохие камеры. Прям очень-очень неплохие. Они, по-серьезски, могли быть намного хуже. Но нет, все как есть. В общем, если вы вдруг задумывались, стоит покупать или не стоит, то да, я вам могу точно сказать, что однозначно стоит. Это хороший смартфон с огромным количеством приятных, положительных моментов и возможностей. В этом плане претензий у меня быть к OPPO F7 не может в принципе. Это реально достойный гаджет за свои деньги. Один из прям самых-самых лучших. Ну и этот дисплей, конечно, мне безумно нравится. Вообще, смартфон оставил положительные впечатления, потому что ему удобно пользоваться. И он при этом большой, и дисплей прикольный. И по характеристикам, по тому, как он работает, да, здесь тоже никаких претензий нет. Вот все прям плавно отрисовывается, все анимации. Все вот это вот прям так, как надо, так, как должно быть. В общем, если, повторюсь, задумывались, однозначно берите. По автономности, конечно, звезд неба не хватает, но по всем остальным моментам просто прям шедевр. Особенно для любителей селфи. В общем, на всякий случай оставлю ссылку на смартфон в описании. Посмотрите, может быть, что-то еще про него узнаете нового, интересного. Ну, а я буду с вами прощаться. Не забываем ставить большие пальцы вверх, подписываться на канал внизу и соответствующая красная кнопочка. Шарим данное видео у себя в социальных сетях и пишем в комментариях ваше мнение по поводу о PF7. Понравился, не понравился, крутой, не крутой? Пишите обо всем в комментариях. Мне понравилось. Прямо вот прям по-серьезски я вам говорю, что этот смартфон по-хорошему меня удивил. Я думал, что будет все намного хуже. А в итоге оказалось, это не китайский смартфон. Знаете, как с компанией Huawei. Вроде компания китайская, а смартфоны совершенно просто на голову выше зачастую, чем у любого другого конкурента. Вот с ОПА аналогичная история. Реально круто. Ну, в общем, вы поняли. Пишите ваше мнение в комментариях. Всем спасибо и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok